Салют, друзья мои! Привет из солнечной Турции! Ударно стою рядом с вышкой, высота ее 3.20, чтобы показать несколько прыжков, которые вам пригодятся. Мало ли, будет такая история, например, там будет «Звездных сокровищ», откуда-то бежать. Или посетите пещеру любви, которая между Ланей и Анталией находится. Лет 17 назад мне приходилось, что именно помнят, значит, мы через нее перелезали, и там как раз с трех метров вылезли, и можно было прыгнуть в море. Итак, продемонстрируем несколько прыжков. Правда, прошло уже много времени, форма уже не так, к сожалению. Но что-то стараюсь делать. Прыжки покажут мои младшенькие, Ваня и Степа. Вот, это прыжок обыкновенной солдатика называется. Здравия! Давайте, стой! Йо-о-о-о-о-о-о-о-о! Нормально! Теперь прыжок посложнее, значит, прыжок рыбкой с лопочком. Прыжок посложнее, чтобы не поменить. В родине без детей или нет, не мог либо жить. Как злёжка лентаря. Ребята-ня и взрослые пропадают зря. Ребята-ня и взрослые пропадают зря. Нормально. О, значит, есть еще прыжок более сложный, со стойки на руках. Вот, он может не всем удастся сразу, но будем стараться. Прыжучие люди, дикари, и ртают ведные, и клянув беду. Каждый такой неведом, а в никаком году. Сложный прыжок – это полтора сайта вперед. К сожалению, у меня сейчас больше не получится, потому что уже вес не тот, рост не тот, возраст не тот. Но получится, что получится. Удел эл母 печатию прит platforms. Мнеła предупредить, что эти прыжки, делать это лучше, конечно после обеда, потому что можно получиться такая. вауel ahhhh w a a a a a a f a a Итак, друзья мои, я показал несколько вам форшков, мало ли пригодится нам в жизни. Я сегодня, к сожалению, без гитары, да, сегодня у меня другая, так сказать, посась, вот, я сегодня видел спортсмена. Так что всем привет, всем хорошего настроения, ярославливый привет, через два дня мы будем дома, пока!